всем привет меня зовут катерина воронцова в этом видео расскажу о лендинге как инструменте организации воронки продаж каждый предприниматель должен понимать важность организации воронки и что это такое потому что это важнейший бизнес инструмент которым прибегают сейчас очень многие многие-многие процесс который позволяет тратить меньше времени получать большее количество результат своего образа своим своего рода автомата которые работают за нас есть такое достаточно простое определение на просторах интернет оборонка продаж это путь который среднестатистический потребитель товаров и услуги проходит от привлечения внимания к предложению до момента покупки то есть мы понимаем что обращаем внимание большого количества людей то есть пускаем большой трафик так это называется да на сайт на нашу услугу знакомыми на большее количество людей с тем или иным предложением или акцией затем заинтересовывается еще меньше количества людей выражает желание да еще меньшее количество людей наконец до сделки доходит меньше до самое малое количество людей и таким образом организуются вот такая воронка при том она естественно всегда разное чем шире тем Есть такое понятие конверсия, да, конверсия ниже, чем шире воронка. И идеал, конечно, это труба, да, то есть любая воронка, которая стремится к трубе, это идеальная воронка, потому что у нас это, к сожалению, в сетевом маркетинге, мне кажется, не существует, ну и вряд ли она вообще где-то существует, что количество людей, которые узнали о том или ином товаре или услуге, в итоге стали его покупателями, да, то есть люди, которые заплатили деньги за товар. Ну, в общем, мы будем стремиться к тому, чтобы конверсия в нашей деятельности была высока, соответственно, будем использовать очень современные инструменты, такие, например, как лендинг, да, сегодня это является одним из инструментов организации воронки продаж, автоматизации процесса, потому что, мне кажется, не все воронки являются автоматическими, да, мы можем и языком, да, делать трафик, а если мы создадим лендинг или лендинг пейс, или в переводе с английского посадочная страница, то, естественно, нам будет гораздо проще. Здесь достаточно узкое определение, я далее покажу, что оно может восприниматься, слово, само понятие лендинг достаточно широким может быть. Здесь же это одностраничный сайт, который может быть как страницей подписки на что-либо бесплатное, с оставлением email, так и страницей продажи с предложением какого-либо товара и услуги. Цель лендинга, конечно же, максимально эффективна, подводить пользователя к выполнению целевого действия. О целевом действии мы, естественно, еще поговорим. Примеры лендингов, то есть в какой форме на сегодняшний момент может он существовать. Это может быть страница на сайте, на каком-то большом сайте, конкретно страница, например, сайт Faberlic, да, к которому мы сегодня как раз вернемся, на большом сайте Faberlic. Существует какая-то отдельная посадочная страница для организации трафика на нее. Это может быть какой-то одностраничный сайт, созданный специально для целей лендинга, для привлечения покупателей. Бесплатный, платный есть, бесплатный, например, с помощью конструктора сайта в Google Sites. Это может быть страница в Инстаграме или в других социальных сетях. Ну вот справа, рядом с текстом, мы видим примеры лендинговых страниц в Инстаграме. Здесь ничего лишнего, здесь только картинка, притом она, видим, да, создана из 9 изображений, выложенных друг за другом, то есть изначально создается изображение, созданное по всем правилам создания лендинга продающего, и делится на 9 частей специальной программки, выкладывается одна картинка за другой, целью создания единого большого изображения. Здесь же, естественно, аватар, здесь представление в описании компании, для чего она, и целевое действие, чаще всего пройти по ссылке, кликнуть на ссылку и зарегистрироваться, пройти на сайт, совершить покупку, это уже зависит от цели лендинга. И последний, четвертый, да, пример лендинга. Почему он шире, да, потому что на сегодняшний момент может быть даже и сториз в Инстаграме или ВКонтакте, да, очень популярны сегодня сториз, 24 часа они хранятся всего лишь, и его просматривают большое количество людей, и, соответственно, он тоже может являться лендинговой страницей. Если это просто лендинг, ну, просто страничка, да, обычная, то она, естественно, может, сам сториз может ввести на страницу, для того, чтобы человек прошел на страницу, познакомился с вашей страничкой, прошел там в описании по вашей ссылке. Но у страниц в Инстаграме с подписчиками больше 10 тысяч, может быть прям прямая ссылка, прям в сториз. И, в общем, это круто. Правила создания работающего лендинга, ну, его правила-то простые, а создать лендинг грамотный и достаточно непросто. Значит, он должен быть заточен под одно целевое действие. Нет, создавая лендинг, мы не отвлекаемся ни на какие другие моменты, то есть мы должны понимать, для чего мы его создали. Естественно, должен быть один, не несколько, конкретный призыв к действию. Не надо алгоритмы строить, нужно одно действие, понятное для человека, для того, чтобы он щелкнул, например, да, используя кнопки и стрелки яркие, анимированные, и совершил нужное нам действие, целевое, для которого создавался лендинг. Естественно, для того, чтобы лендинг сработал, нужно на цепляющие заголовки, чтобы человек зашел на сайт, не покинул его именем текста, чтобы потенциальный покупатель ознакомился с предложением в короткие сроки. Чем больше, чем меньше времени мы сейчас тратим потенциальных покупателей, крадем, тем эффективнее, в общем, пройдет деятельность по организации нашей воронки. Не нужно нужных описаний, и нужно четко аргументаться на вопрос, зачем человек должен приобрести ваш товар или услугу. Для того, чтобы интереснее ему сделать, зацепить внимание, могут использоваться видеоролики, в которых можно побольше информации засунуть, если у нас нет возможности другим образом передать текст. Текст и повторять должно быть минимум. Это может быть какой-то краткий список, маркированный, пронумерованный и так далее. Это могут быть результаты до и после, различные фотографии, и обязательно должен быть таймер, ограничение по времени. Естественно, не для того, чтобы просмотреть лендинг, а до окончания получения услуги, потому что никакая услуга не работает, если мы не ограничим человека по времени. Никакое предложение не будет актуальным, если человек не увидит, что времени на совершение целевого действия остается все меньше и меньше. И для чего я это все сейчас показывала? Я рассказываю про то, что лендинг есть, но не каждый, особенно новичок, может создать лендинговую страницу самостоятельно. А компания Faberlic нам помогает. Можно любое направление выбрать и рассказать. Компания Faberlic нам помогает. На сегодняшний момент она помогла нам и в лендинге, в организации своей воронки продаж, потому что любой, абсолютно любой человек, зарегистрирован в Faberlic, даже если он не занимается организацией структуры и не состоит в партнерстве договорном с компанией Faberlic, имеет данную ссылку. Для того, чтобы получить данную ссылку, нужно обратить внимание на верхнюю левую часть экрана. Здесь у нас есть, конечно, и каталог, но он является в полном смысле лендингом. Есть новым покупателям, есть мега-акции, асюл. То есть на сегодняшний момент у нас три полноправных лендинговых страницы. И для того, чтобы скопировать и сделать именно свой лендинг персональный, для каждого он свой, нужно быть авторизованным в личном кабинете, обязательно проверить, что введены ваши регистрационные номеры, указано ваше имя, человечек серый, а не белый. Итак, мы смотрим первый лендинг, например, новым покупателям. Смотрим, что это как раз страница на сайте Faberlic. То есть это никакой не сторонний сайт, это не одностраничник, это сайт Faberlic, на котором создана вот такая вот страница, притягательная, здесь есть вся информация, указаны сроки, 1000 рублей на счет, цепляющая название, яркая кнопка зарегистрироваться, отличающаяся от остального фона, видео, в котором мы можем вызвать желание в человеке получить подарок, вот такой конкретно. Здесь для нас уже поделились реферальной ссылкой для тех, кто должен работать с ней. Указаны тайминги есть, смотрим, сколько времени осталось, и подробные кампании. И не первый раз у нас кнопочка зарегистрироваться встречается, то есть целевое действие наше здесь, рекрутинг, зарегистрировать человека, для того, чтобы он попал в нашу структуру, авторизовавшись в личном кабинете, мы должны нажать любой из данных кнопок. У нас генерируется, то есть если ВКонтакте, то ВКонтакте хотим разместить, можно в Одноклассниках, в Фейсбук, Телеграм. Если мы, например, нажмем Ватсап, то у нас генерируется ссылка, которую мы, в принципе, можем копировать, сократить и делиться ею везде, не обязательно в тех соцсетях, которые здесь указаны. И мессенджерах. То есть вот таким образом генерируем ссылку, сокращаем в какой-нибудь сократитель ссылок, ну, например, Битли, и рассылаем данную ссылку, организуя трафик. То есть наша задача – организовать трафик на посадочную страницу, и здесь уже все за нас рассказано. Есть у нас еще две посадочные страницы, здесь мега-акция с розыгрышем автомобилей, смартфонов, массажеров и наборов в корейской косметике ICU. Точно так же здесь есть тайминг, очень четко все сформулировано, и поделиться мы точно так же можем в любых соцсетях, либо скопировать ссылку и делиться там, где мы хотим. Не важно конкретно в тех соцсетях, которые здесь указаны. Здесь у нас задача начать покупки, чтобы те зарегистрированные покупатели, неактивные, которые, например, давно не делали заказ, начали покупки, заинтересовавшись предложением с выигрышем автомобилей. То есть целевое действие мы извлекаем. И берем еще один посадочную страницу, лендинг, это серия ICU, новинка. И здесь тоже у нас задача привлечь покупателя для того, чтобы он приобрел именно эту линейку. Здесь видео. Так, я его пролистала немножечко. Вот видео, рекламный ролик, очень яркий, цепляющий действительно, да. Один раз послушаешь, потом целый день в голове будет вертеться. Яркие картинки. И, конечно же, целевое действие – купить. То есть имеющиеся покупатели, они зайдут на свою страницу и приобретут. Те покупатели, которые не зарегистрированы, предложена будет регистрация. И, естественно, эта страничка тоже может быть ваша, если вы добавите хвостик к своей персональной, для того, чтобы попасть, чтобы человек, который зарегистрировался, попал именно к вам. Я думаю, что достаточно полно рассказала про лендинги. Вы будете пользоваться ими, поскольку сделать самому лендинг. Нужно все-таки немножечко опыта. Где-то нужно побить шишки, набить шишки, синяки и все-таки сделать грамотный лендинг. А здесь нам опять готово. Все сделали. Бери, делай. Всем желаю брать и делать. И всем пока. До новых видео.